Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня записываю уже второе видео. Первое видео у меня было «Сын комментирует». Это была его инициатива. Если вы еще не видели, посмотрите. Это выйдет после «Сын комментирует». Сегодня я хочу, чтобы остались только девочки, потому что я вижу по статистике, что меня смотрят и мальчики. Но эта тема вообще не для мальчиков. Так что, если вы мужчина и вам не интересны темы борьбы с волосами нежелательными, пожалуйста, кликните на другое видео. Сегодня видео для девочек. Лето не за горами, и я думаю, что многие сейчас озаботились своим внешним видом. После зимней спячки задумались о том, что нужно сбросить несколько килограммов, сделать какой-нибудь там себе массажик от целлюлита или что-то типа того, натереть пяточки, чтобы сверкали. И многих, скорее всего, беспокоит тема борьбы с нежелательными волосами на ногах, под мышками. Я хотела поделиться своим опытом борьбы с волосами. Маленькая предыстория. У меня очень волосатые ноги, очень прямо вот как у обезьяны, наверное. И что я только не перепробовала, я там убрила и делала ваксацию и эпилятор, и ходила даже на лазер. В общем, это все было не то, потому что у меня страшное раздражение, вросшие волосики. В общем, у меня были не ноги, а кошмары каждое лето. В принципе, я старалась ходить в каких-то хлопковых штанах, потому что было вообще не до юбок. И если, допустим, я с утра побреюсь, вечером уже ноги колючие, в общем, это было просто катастрофа. В 2018 году я увидела по телевизору рекламу. В принципе, я отличный клиент для всюхивания всего против волос, потому что что это? Я даже какие-то крема пробовала, и депиляционный, и крема. В общем, все, что есть на рынке, я пробовала все. Я увидела рекламу Philips с фотоэпилятором, изучила этот вопрос. Мнения были противоречивые, но я решила рискнуть и себе купила. Купила я очень задорого, потому что это была тогда новинка, плюс к этому фотоэпилятору шла куча насадок, о которых я поговорю немножко попозже. Я записываю это видео уже не в первый раз, и оно у меня получается все время сумбурным, поэтому я себе немножко записала пункты, о которых я хотела рассказать. Принцип работы фотоэпилятора поищите в интернете. Я не буду вдаваться туда в подробности, я не эксперт, и в принципе, ну, зачем одну и ту же информацию повторять? В интернете есть инструкции для применения, в интернете есть схемы, в общем, плюс к каждому фотоэпилятору своя инструкция, то есть они немного друг от друга отличаются, бренды, поэтому я не буду здесь долго вдаваться подробностям. Моя модель, моя модель фотоэпилятора, вот такая вот коробочка. Номер фотоэпилятора я оставлю в описании. Philips Lume Prestige BRI956. Я покупала такой, где не надо менять картриджи, потому что очень часто в фотоэпиляторах, я не знаю, как сейчас, но раньше надо было менять картриджи, вот эти вот вспышки, вот эти насадки. Я его купила в 2018 году за просто какие-то ненормальные деньги, потому что это была супер-пупер новая модель, в нем куча вспышек и еще в нем есть, как вы видите, три дополнительные насадки. Чтобы увидеть результат, вам нужно пройти будет курс. В этом конкретном фотоэпиляторе, он идет в таком мешочке, очень удобно, я его там и храню. Выглядит он так, и у него есть провод. Вы скачиваете программку, отмечаете номер модели своей, это важно. Начинаете, отмечаете зону, в которой вы будете делать процедуру и начинаете. Вы удаляете волосики любым способом, эпиляция или бритва, и начинаете делать вспышки. Я делаю на четверке, потому что для меня это оптимальное в плане ощущений и оптимальное в плане результата. Также я делаю это на верхней губе. Смотрите, если вам нужен фотоэпилятор также для лица, обязательно в нем должно быть указано, что его можно использовать для лица, потому что не все эпиляторы можно использовать на лице. Фотоэпиляторы. Вы проходите курс, и главное не прерывать, потому что иначе вы тогда не увидите такой хороший результат. Курс был 8 процедур. Процедуры надо делать было каждые две недели, и потом делать такие тач-апс раз в месяц, поддерживать результат. Я делаю эти процедуры очень тщательно, поэтому они у меня занимают примерно час. Как я делаю, чтобы у меня не было проплешин? Я где-то в интернете нашла, девочки делились. В этом фотоэпиляторе нельзя, чтобы у вас были какие-то большие розинки или что-то такие темные пятна на теле, потому что они могут, во-первых, припекать, во-вторых, неизвестно, какая будет реакция. У меня есть маленькие-маленькие-маленькие родинки на ногах, поэтому я делаю, все в порядке. И чтобы не было никаких проплешин, я рисую решетку вот такую вот. черный карандаш использовать нельзя, потому что он будет припекать. Я беру самый дешевый карандаш для глаз в Дрогосе, у меня это Essence, он у меня уже сточился весь. Рисую на теле просто вот такие вот линии, чтобы не пропустить никакой области. То есть эта линия у меня по ширине насадки, и я так делаю чик-чик-чик, потому что если я делаю без расчерчивания, получается, что я какие-то области пропускаю или прохожу по два раза. По два раза тоже не рекомендуется проходить, потому что кожа нагревается, и может быть неприятно, и вообще может быть ожог. Да, как я уже сказала, я его купила в 2018 году, то есть он у меня уже пять лет. Количество вспышек, количество вспышек у меня 250 тысяч, и в принципе гарантия на него уже истекла. Когда вспышки закончатся, он просто перестанет работать. Мы теперь пользуемся с дочкой вдвоем, и вспышки до сих пор есть, он работает. В последнее время я очень нарушаю график, то есть мне приходит напоминание в приложении, что мне пора делать процедуру, а я либо у меня времени нет, либо мне просто лень, потому что это все-таки надо собраться, сесть спокойненько, чтобы тебя никто не беспокоил. Но я скажу, что у меня была такая ситуация, что три месяца я не делала процедуру, и все в порядке. Да, у меня вырос там один-два где-то волосик, 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 два волосика, и все. Но я не хочу, чтобы все это вернулось, поэтому как бы я продолжаю, стараюсь не нарушать график. Что касается лица, на верхней губой результат не такой классный, как на ногах, то есть на ногах у меня вообще волосы не растут, а на верхней губе, если я пропущу процедуру, то, как правило, волосы начинают отрастать, но они такие слабенькие и отрастают очень долго, и можно как бы ходить, ничего страшного. Я считаю, что я очень сильно переплатила, потому что, в принципе, такой фотоэпилятор можно купить в два, а то и даже больше раз дешевле. Я купила на хайпе, потому что это была новинка, и второе, я купила ненужные насадки, которыми я пользовалась один раз, я пробовала их, и все, в принципе, я ими больше не пользуюсь. Это насадка для лица, короче, какая-то там для бикини, а какая-то для подмышек. Я ими вообще не пользуюсь, я вот эту как вставила, так я только снимаю, протираю и все. Эпилятор без насадок стоит гораздо дешевле, чем весь этот вот комплект, который я купила. Когда у меня закончатся вспышки, я буду покупать фотоэпилятор попроще, просто чтобы он был предназначен для тела и для лица, и все как бы. А еще, если вы не любите читать инструкции, две важные вещи. На меньших импульсах фотоэпилятор работает быстрее, но я не знаю, как с результатом. И еще он работает гораздо быстрее, если вы его воткнете в сеть, тогда он дает эти импульсы гораздо, ну заряжается импульсы гораздо быстрее. Я очень довольна, потому что я никогда в жизни, в своей, не могла носить столько юбок и платьев и вообще в принципе зимой сорваться куда-то в спа или летом без головной боли одеть купальник и пойти, то есть какие-то спонтанные поездки на море. Это так классно, это просто счастье, это избавляет от такой головной боли. Я так намучилась, у меня буквально на ногах были вот такие дырочки, как такие кратеры от брошенных волосиков. Я очень рада, что мы живем в век технологии. Я больше не представляю свою жизнь без фотоэпилятора. Звучит как реклама, но это вот для меня это вещь. Не всем он подойдет, он не для всех, он не подходит для светлых волос, он не подходит для темной кожи, но в принципе я когда летом с загаром, а загар у меня такой достаточно темный, он в некоторых местах прикипает. Вот под коленкой, сзади коленки, где кожа тонкая и очень темная, он чувствуется, что как бы горячее его импульсы. В общем, да, я очень-очень-очень довольна. Опять, опять это получилось очень сумбурно. Если у вас достаточно светлая кожа и темные волосы, если вы мучаетесь, не можете побороть нежелательные волосики, советую попробовать. Может быть у какой-то подружки есть или, не знаю, купить какой-то недорогой вариант. Попробуйте, может быть это спасет вам кучу нервов, денег, сил и даст вам еще один повод ощутить себя свободной. Не знаю, насколько это информативное видео. Это было все, всем спасибо за просмотр. Поставьте пожалуйста лайк, подписывайтесь, для меня это очень важно. Всем мир и добра, пока!